Выбивает окно, человек не может вылезти. Той ночью в этом доме не спал никто. Люди молились, чтобы пожарные заехали. Именно заехали. После ремонта двора машины возможно парковать только на дорогу. Двор был заставлен весь машинами. То есть пожарные автомобили, прибавшие к месту пожара, не могли подъехать. Там никто не хочет, ни скорые ездят. Они вот стоят вот здесь, как-то катафалк приехал и тоже стоит здесь. А ведь этот дом мечтал попасть в госпрограмму по благоустройству двора. Люди отнеслись к ней ответственно. После постоянных войн за место во дворе, жильцы довольно быстро собрали 40% от стоимости работ. Обновления действительно ждали. А теперь в шоке. Участвовали в программе, но мы не знали, что сделают вот такое. Мы думали, говорили нам, что сделают пошире, чтобы для машин туда ездить и обратно. Парковка необходима. Дом большой, много молодых семей. А по факту место для стоянки лишь на проезжей части. Заехать в бок или к подъезду невозможно из-за высокого бордюра. Главной виновницей такого благоустройства жильцы считают председателя дома. Мол, не уследила. Сейчас вы претензии мне предъявляете? Какие? На основании чего? Вот на основании. Кто нам делал вот этот асфальт? Кто его утвердил? В свою очередь председатель говорит, что сама удивлена. У трансформаторной подстанции должны были асфальтировать, не асфальтировали. Вот это вот тоже проблема для нас. Как таковой у нас парковки нет, и поэтому там должен лежать асфальт. Вот этого не сделано по комфортной среде. А там, где асфальт есть, комфорт долго не продержится. Люди говорят, полотно уже крошится, а ему всего три месяца. Следы уже, они свежие были, они сразу. Там вот в мусорокамеру дверь открывалась, там прям процарапано. То есть это на следующий день сделали, на следующий день уже процарапано. То есть высота асфальта. И во многих подъездах подпиливали двери. Для того, чтобы у нас подошел асфальт. Не асфальт убрали как надо, а двери подпилили. В настоящее время благоустроительные работы на многоквартирном доме номер 76 по улице Попова в полном объеме не завершенный. Акт приема выполненных работ не подписан. Когда будут исправлять сомнительно благоустроенный двор и будут ли, нам не пояснили. Жители волнуются, все-таки заплатили деньги за комфорт. Ведь пока сделка с властями весьма сомнительна. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин